Здравствуйте! И снова с вами игра «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Мы вышли вновь на улицы нашего дорогого города с тем, чтобы задать наши пять вопросов и проверить, насколько жители города Видное готовы на эти пять вопросов ответить. Мы сегодня играем с Михаилом и Иваном. Итак, ребят, сегодня будут вопросы из различных областей. Первый вопрос. Согласно старой пословице, какое количество пятниц бывает на неделе у человека? Оцениваю в пять баллов. Семь пятниц на неделе. И это правильно. Семь пятниц на неделе. Правильно. Держите. Собирайте эти баллы. Потом мы их с вами будем считать. Следующий вопрос. Вы спортом увлекаетесь? Да. Отлично. Тогда вы знаете. Этот игрок считается главной звездой американского клуба «Вашингтон Кэпиталс». Я знаю. Это Александр Овечкин. Он подписал... Расценил мы, конечно, в пять баллов. Так. Недавно он подписал контракт на пять лет с «Вашингтоном». Новый. Это супер ответ. Просто хоккеист. Да. Правильно. Это Александр Овечкин. Пять баллов. Что же вам задать? О, хороший вопрос. Вы соблюдаете праздники, традиции? Да. Да. Празднуете, да? Русские народные праздники. Вот, например, такой праздник, как Масленица. Знаете? Да. Отлично. Вопрос. Что принято просить в последний день Масленицы? Прощение. Уверенная? Да. Ну, что и называют. Прощенное воскресенье. Оцениваем в пять баллов. Оцените в пять баллов. Супер. Это правильный ответ. Четвертый вопрос. Из истории. В каком городе произошло восстание декабристов? В каком городе произошло восстание декабристов? Вы в каком классе учитесь? Мы в шестом. В шестом. Понятно. Проходите такое? Пока еще нет. Пока еще нет. Нет еще. Ну, отлично. Ну, вы можете в каком, представьте, подумайте, в каком городе могло произойти восстание декабристов? Вы слышали про восстание декабристов? Да. Да. И в каком городе оно? Как вы думаете? Как считаете? Либо Петербург, либо Москва. Ну, еще меньше. Петербург. Какие варианты есть? Москва и Петербург. Москва и Петербург. А какой больше нравится? Мы выберем просто Москва. Мы расцениваем это в 5 баллов. Давай. Давай Петербург. Давай. Санкт-Петербург расцениваем в 5 баллов. То есть вы рискуете. Рисковые ребята. И это правильно. Это Санкт-Петербург. Обратите внимание, что ребята еще не проходили это в школе. Ну что, вы уже набрали 20 баллов, но все равно это не предел. Последний, пятый вопрос. Вы какой язык изучаете? Английский и немецкий. Немецкий и русский. Ну, английский, немецкий и русский. Ну, русский само по-собой. Английский и немецкий. Ну, английский с первого класса, а немецкий с пятого. Здорово. Итак, вопрос из темы английский в русском. То есть это английское слово перекочевало к нам в русский язык. Это занимательное занятие в буквальном переводе с английского на русский означает пересечение слов. Что это за занятие? Пересечение слов. Уверен, что вы в него играли. Пересечение слов. Если вы переверите сейчас на английский, то поймете, что это за название. Пересечение слов. Что вы знаете? Вот представьте слова, да? Слово и сверху положите слово. Потом еще положите слово в разнобой. На что это будет похоже? Кроссворд! Во сколько оцениваете? Пять конченков. Абсолютно правильно! Это кроссворд! Ребят, я вас поздравляю. Вы заработали 25 баллов. Впервые в истории нашей игры. От игры «Думай, знай, познавай, супер, блиц» вы получаете вот такие браслеты. Браслет участника. И, естественно, кубок победителя. Держите, он ваш. Вы супер молодцы. Супер удачливые. Спасибо вам огромное за участие.